Диадор нам показал. Также человек, который по демиджу очень хорошо себя показывает, и который, ну, казалось бы, должен выезжать на 1390, либо 69-ке, бац, вчера выезжает на 502 последние раунды, да и вообще-то много раундов выезжал на Светляке и так классно отыграл. Все, ребят, ну почти, почти готова команда, вот все-таки ждем Лолов, последний игрок, вот как только. Какие-то проблемы просто, у мистера Козевелки, мы-то люди... Без него, да, не будем. Да, мы-то люди добрые, мы не злые. Ух, ну и, конечно, друзья, все-таки вопрос арты по-прежнему открыт, я думаю, он будет открыт до начала следующего сезона. Опять же, очень активно поднимаются в последнее время слухи о 10-е арты, ну, скорее всего, будет, обещали, значит, сделают, но, как бы, у нас от этого в лиге, наверное, ничего не поменяется, просто будет чуть слабее арта, останется 8-го левела. Наконец-то, наконец-то. Те святачки, те 1390 и 69, которые без брони почувствуют свободу и получат, там, свою корму по 400, по 300, а не ваншоты. Ну, я смотрел, там, ГВ Пантера тоже может страшные вещи делать. Да, но, опять же, ГВ Пантера тоже, наверное, ее чуть растянут, подымут, ну, и, думаю, там все, конечно, пофиксит, тем более... Девятый будет, думаешь? Да, нет, ну, девятый она точно не будет. Девятый, скорее всего, будет какими-то ГВ Элефант. Ну, я не знаю, друзья, на самом деле, как-то поживем-увидим. Вот сейчас, вот, в этой ночью зарелизится патч 0.85 уже с Леопардом 1. Все прекрасно видели эту инфу на сайте worldoftanks.ru. Хочу напомнить то, что у нас есть замечательный сайт веголиг.ру с фан-зоной, где есть абсолютно все ссылки. Да, на наши социалки, ютубы, твиттеры, да и тп. На форуме даже официальная тема есть обсуждения Голден Лиги. Также следим за хэштегом worldoftanks, веголиг. Да и worldoftanks.ru.